Всем привет, с вами Варлорд. И сегодня мы начинаем обзоры на наборы Звездные Войны 2016 года, хотя на дворе еще 2015. Что ж, вы сможете подготовиться к новогодним праздникам. Ну а сегодня у нас главный, наверное, персонаж из нового фильма Звездные Войны Пробуждения Силы Кайло Рен. Рассмотрим коробку. Она, как и у первой серии сборных фигур, вертикальная. Внизу слева сразу видим надпись, что это сборные фигуры. Конечно же, как всегда, видим, что это Лего Звездные Войны. Возраст по сложности сборки набора от 8 до 14 лет. Его артикул 75117 и его название на английском языке. Основное место занимает Кайло Рен. Выглядит он внушительно. А вот сбоку коробки у нас уже отличия. В первой серии сборных фигур сбоку не было вот такого изображения героя. Соответственно, во второй серии сборных фигур это есть. Конечно, это не очень существенно, но все равно приятно. Рассмотрим заднюю сторону коробки. Сразу же видим то, что в собранном виде размер фигурки у нас будет 26 сантиметров. Также видим функцию, которая была у Биониклов, которые вышли в 2015 году. А именно, одна рука Кайло Рена будет двигаться, что позволяет наносить удары его световым мечом. Также видим несколько изображений Кайло Рена. Ну а внизу новые сборные фигуры и артикулы этих наборов. В самой инструкции 26 страниц. После сборки нам предлагают посмотреть на новые сборные фигуры. Сборка очень простая, ведь в наборе 86 деталей. Предлагаю вам посмотреть ускоренную сборку этого набора. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что ж, перед нами тот, о ком столько разговоров в последние месяцы. И того, кого мы увидим уже через неделю в новом фильме. Встречайте, Кайло Рен. Многим интересно, кто же он на самом деле. Так раз уж у нас есть сборная фигура, давайте заглянем под маску. А нет, все не так просто. Придется дождаться нового фильма. Сразу в глаза бросается его световой меч крестообразной формы. Как вы помните, мини-фигурка Лего была сделана так, что меч был одной деталькой. И два дополнительных лезвия отходили от основания основного. Ну а тут сделано так, что они отходят от ручки. Как вы помните, так же было в трейлере фильма. Это, конечно, не может не радовать. Сразу обратите внимание на нагрудную пластину, на которой интересный принт. Давайте посмотрим на подвижность Кайло Рена. У фигуры довольно хорошая подвижность. Двигаются руки, двигаются его ноги, кисти и, конечно, двигается его голова. Это дает возможность поставить фигуру в эпическую позу. Давайте поподробнее про внешний вид. Конечно, больше всего порадовало то, что у фигурки аж два плаща. Первый закрывает, соответственно, его переднюю часть, который, кстати, расходится на две части, чтобы закрывать ноги. Если такого плаща не было, то ноги смотрелись бы не очень. Но плащ есть, и это круто. Сзади плащ закрывает шарнирные детали. В отличие от первой серии сборных фигур, у второй, в частности, у Фина и Кайло Рена, есть функция, которая позволяет двигать одну руку, в которой, соответственно, световой меч. Не знаю, насколько это полезно. Думаю, если вы будете играть в ваши фигуры, то это, наверное, круто. Но на полке это, естественно, бесполезно. Кстати, в основном в Кайло Рене преобладают черные детали, что, конечно, наудит мысли о Дарт Вейдере. Не менее круто, чем сам световой меч Кайло Рена, смотрится его шлем. На нем отличные принты, и он очень похож на шлем Кайло Рена из фильма. Также на нем видны потертости, которые сделаны специально. Шлем выглядит просто потрясно, поэтому давайте посмотрим на него еще внимательнее. Очень интересно, действительно ли он сделан из шлема Дарта Вейдера. Как и в моем звездном марафоне, я предлагаю вам сравнить большую фигуру Кайло Рена и Кайло Рена из набора Лего. Да, как видите, мини-фигурка смотрится очень небольшой по сравнению с огромным сборным Кайло Реном. То есть мини-фигурка по размеру, как шлем Кайло Рена. Как только появились фотографии Кайло Рена, мне сразу захотелось сравнить его со сборной фигурой его вдохновителя, Дарта Вейдера. Что ж, как видите, Дарт Вейдер смотрится более масштабно. Оно и понятно, ведь в сборной фигуре Кайло Рена у нас 86 деталей, ну а в Дарте Вейдере 160. Итак, давайте посмотрим на Дарта Вейдера сзади и, соответственно, Кайло Рена сзади. Посмотрите, как сзади выполнены детали ног, да и самого торса. Сразу видно, что в Дарте Вейдере задействовано больше деталей, чем в Кайло Рене. Это даже видно без сравнения по деталям. В принципе, они напоминают мне учителя и ученика. Ну а вы пишите в комментариях, кто из них круче. Подведем итоги. Я думаю, когда Кайло Рен появится на прилавках магазина, его будут просто сметать с полок. Фигура по-настоящему крутая. И я ее, конечно, вам очень рекомендую. Она просто отлично исполнена, в ней есть много интересных деталей. И его крестовидный меч и маска смотрятся просто отлично. Что ж, надеюсь, вы поднимете палец вверх и напишите свои комментарии. Также, если вы еще не подписаны, то обязательно подпишитесь на канал. Ведь у нас начались обзоры на Звездные войны 2016. С вами был Варлорд. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok